Девушки отдыхают 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 Добрый день, дорогие друзья! Мы с огромной радостью приветствуем вас на творческой встрече, посвященной 70-летию музыканта, который внес существенный вклад в развитие международной музыкальной культуры, Заслуженного деятеля искусств России, действительного члена Международного совета аккордеонистов Финляндия и Международной академии наук о природе и обществе Франция, Международной академии информатизации при ООН, члена Союза ученых город Санкт-Петербург, члена Союза композиторов России, доктора искусствоведения, профессора Челябинского государственного института культуры Владимира Бычкова. Владимир Васильевич, приподнимитесь, пожалуйста, в зрительном зале. Эти аплодисменты звучат в вашу честь. Спасибо вам огромное. Друзья, нашу программу открыл оркестр кафедры экстратно-оркестрового творчества под руководством Дмитрия Спирёва. В исполнении музыкантов прозвучало произведение Владимира Бычкова «Марш дружбы. Челябинск в Англию». Ни для кого не секрет, что наши вузы и города связывают прочные вузы дружбы и сотворчества. Отрано отметить, что у истоков этой крепкой дружбы стоял профессор Владимир Васильевич Бычков. Аплодисменты, дорогие друзья! Кстати, недавно наша делегация вернулась из Германии, а в июне мы ждем гостей в нашем родном институте. Дорогие друзья, слово для приветствия предоставляется доктору исторических наук, профессору, ректору Челябинского государственного института культуры Владимиру Яковлевичу Рушанину. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогой Владимир Васильевич, уважаемые друзья, у нас сегодня в Узии параллельно проходит два очень крупных мероприятия. В учебном театре у нас проходит районное мероприятие «Память сердца», связанное с 9 маем. На нем присутствует глава Советского района, но я сказал, что я сегодня буду в этом зале, Владимир Васильевич, для того, чтобы засвидетельствовать свое отношение к вам. И я абсолютно убежден, что все, кто пришли в этот зал Михаила Дмитриевича Смирнова, они разделяют мои чувства. Вы удивительный человек. Вот 20 апреля вам исполнилось 70 лет. Это большая мужская дата. Но вы сказали, не буду ее праздновать, пока из Вангина не вернется Луан Денятович Кабигурин. И Гафедра, и наши 15 человек. Владимир Васильевич 20 лет назад стал первым доктором искусствоведения в Миреонном Челябинске. Само по себе это абсолютно незаурядное, нерядовое событие, которое говорит о неординарности нашего юбилеара. Доктор наук – это генерал, это абсолютный эксклюзив. А доктор искусствоведения – это генерал-полковник. Владимир Васильевич стал им 20 лет назад. И уже... Вот тем самым он уже вписал вот свое имя во все анналы Челябинской истории. Но, коллеги, я хотел бы сказать о другом. Вот мы с ведущими не договаривались. В конце 60-х годов, когда еще не было нашего вуза, Володя Бочков уже ездил в ГДР и участвовал в одном из первых музыкальных проектов. А потом была Польша в 70-е годы, а потом была Австрия, а потом были абсолютно нерядовые проекты, связанные с Германией, с Данией, с Швейцарией, с Италией. И в этой связи вот наш юбиляр, он действительно прорубал мосты музыкальной дружбы Южного Урала и Большой Европы. Для этого нужна была смелость, для этого нужен был талант, для этого нужен был известный авантюризм. И Владимир Васильевич всеми этими качествами, безусловно, обладал. А вообще, мальчик из Троицка, мальчик из простой семьи служащих, стал профессором, доктором наук, академиком, а его брат стал тоже доктором наук, крупным ученым, технарем из Екатеринбурга. Владимир Васильевич, конечно, природа наделила вас талантом, конечно, у вас совершенно блестящие гены, но вы обладаете еще целым рядом качеством, которые делают вас незаурядным человеком. Трудолюбие, упорство, чистолюбие, без этого ни в музыке, ни в науке ничего не достичь, и вы украшение нашего вуза. Вузу 50 лет, 46 лет, вы в нашем вузе. Владимир Васильевич, многие знают, приехал к нам в вуз с отличием, закончим Горьковскую, Нижненовгородскую консерваторию, ведущую в нашей стране. Владимир Васильевич, более ста учеников прошли учебу в вашем классе. Вы автор более 10 монографий, причем половина из них опубликованы в Москве и получили блестящие рецензии. Конечно, вы украшаете не только наш вуз, вы украшаете и культурную жизнь Челябинска. Я хотел бы сегодня вручить вам прилицный адрес, премиум, 20 тысяч рублей. Я хотел бы сказать, что министр образования и культуры Челябинской области Александр Игоревич Кузнецов вас награждает почетной грамотой Министерства образования и науки за большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов для сферы культуры и искусства, заслуги в педагогической и научной работе и в связи с 70-летием со дня рождения. Владимир Васильевич, мы вас любим, мы вас ценим, мы понимаем, насколько дорогим приобретением для нашего вуза вы являетесь. Но мы робко надеемся, что и наш вуз для вас является всем. С праздником вас! Спасибо большое за поздравление. Проходите, пожалуйста, в зрительный зал, занимайте свои места. Будем продолжать наш замечательный праздник. Дорогие друзья, я хочу представить вам еще раз с огромным удовольствием оркестр кафедры эстрадно-оркестрового творчества под руководством Дмитрия Спирёва. Ваши аплодисменты. Ну и прямо сейчас я приглашаю присоединиться к оркестру коллегу Владимира Васильевича, народного артиста России, Николая Глазкова. Встречайте. Пожалуйста, проходите. Вокальный ансамбль «Академия». Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Сейчас позвучит произведение «Гордая прелесть осанки». Гордая прелесть осанки, страстная негачель, Все это из крыспанки, дочью ночей. Гордая прелесть осанки, страстная негачель, Все это из крыспанки, дочью ночей. Гордая прелесть осанки, страстная негач afterward. Гордая прелесть осанки, страстная негачель, В что здесь делаешь, в святой. Гордая прелесть осанки, страстная негачель, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ивашкову и заведующему кафедрой эстрадно-оркестрового творчества, профессору, заслуженному деятелю искусств России Рулану Генятовичу Хабигулину. Владимир Васильевич, я также прошу вас подняться на сцену. Дорогой Владимир Васильевич, прежде всего от имени всего факультета, института и от себя лично я хочу поблагодарить вас за то, что вы открыли для нас Европу, особенно земли Баварии, и для них открыли наш институт. За это вам особая благодарность от многих-многих музыкантов и лично от меня. Пожелать я вам хочу. Вы своей деятельностью объяли, на мой взгляд, все виды, которые может только объять музыкант. Вы – исполнитель, композитор, музыкальный ученый, преподаватель, менеджер, лучше сказать, музыкальный импрессарио. И в каждой из этих видов деятельности вы добились потрясающих успехов. Можно было бы даже на этом кому-то и остановиться, но только не вам. Во-первых, я желаю вам, хотя я не представляю, в каком виде деятельности музыкант еще может себя привить, но вы сможете открыть еще новый для себя вид деятельности. И, конечно, добиться не меньших успехов. Но и в предыдущих видах деятельности мы по-прежнему ждем от вас свершения. С юбилеем! Я хочу рассказать немножко о Владимире Васильевичу, потому что нас с ним связывает очень много творческих разных проектов. Мы объездили всю Европу, три раза были в Италии, три раза были в Дании. И когда приехали в Швейцарию, меня поразило жюри, когда сидели пять профессоров с разных стран на разных столиках. И мы там получили гранд-лини. Вот представьте, у него баян, который весит 21 килограмм. У меня колоночка, гитара, и мы через эту его руку то на автобусе, то на поезде. Правда, многие говорили, что, ой, они, наверное, поехали опять за машиной, а мы поехали, оказывается, играть на этих конкурсах. То есть, действительно, мы очень много проехали, и я заметил вот стремление его. Только приехали, говорят, слушай, вот через полгода у нас что-то есть, надо нам обязательно съесть. То есть, он постоянно вот таким был зажигательным, что надо ехать. И вот в апреле мы были в Германии, и там опер-урганистр, который, ну, по сравнению, допустим, с нашим губернатором, который нас встречал, у него увидел, говорит, ой, я помню, в 2003 году мы вместе приезжали, там, Бычков все помнит, обнимает и рад, что мы приехали. То есть, действительно, Владимир Васильевич был зажигалой такого вот, чтобы связать вот это все, раскрыть, открыть, выступить, где только не выступать. Ну, суть не в этом. Значит, сегодня от имени кафедры, я хочу, конечно, подставить, но самое главное, у него баян весит 21. А сегодня мы ему дарим от кафедры баян, который весит в 8 килограмм. Призна с сыном. Я думаю, что возродится его творческая вот эта шутка, вот этот баян поможет ему в этом. Так что он, конечно, не знал этого, но, тем не менее, я так думаю, что мы его заставим играть и продолжать. Спасибо. Спасибо большое за это поздравление. Владимир Васильевич, я думаю, что баян мы, наверное, оставим на сцене, потом мы обязательно отнесем к вам на кафедру. Вы нам на нем сыграете. Друзья, поаплодируйте, пожалуйста. Проходите, пожалуйста, в зал, занимайте свои места, Владимир Васильевич. Присоединяйтесь, пожалуйста, к зрителям, наблюдайте за всем происходящим со сцены. Дорогие друзья, вы знаете, сейчас нам бы хотелось открыть страничку памяти, посвященную маме Владимира Васильевича, Варваре Афанасьевне, которая являлась невероятным дружеником, воспитавшая трех сценарий. И я хочу с огромной радостью пригласить на эту сцену одного из первых учеников Владимира Васильевича, лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста России, профессора Виктора Герасимова. В исполнении Виктора Герасимова прозвучит произведение Василия Липадова «Письмо матери» в обработке для баяна Виктора Герасимова. Ваша благосменка. Виктор Герасимова 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 Виктор Герасимов 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 Заслуженные артисты России Виктор и Лариса Керасимовы. Встречайте, Ваши артисты. Владимир Бычков. Парафраз на тему Польки Дунаевского из кинофильма «Кубанские казаки». Владимир Бычков. Владимир Бычков. Владимир Бычков. Владимир Бычков. Владимир Бычков. Владимир Бычков. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 и принять поздравления. Дружный коллектив Южноуральского государственного института искусств имени Чайковского сердечно поздравляет вас с юбилеем. Вы прошли большой путь в искусстве, состоялись как яркий исполнитель и реже, композитор и договор. Поистине не оценим ваш вклад в развитие науки. Монографии, книги, лечебно-методические пособия пользуются огромной популярностью в музыкальной степени. Мы гордимся, что вы являетесь выпускником Челябинского музыкального училища и ценим наше многолетнее творческое сотрудничество. Вы ведете огромную общественную и просветительскую деятельность направленную на развитие и сохранение культуры и искусства России. Высокий профессионализм, внимательное отношение к коллегам, личное обаяние – это те качества, которые снискали вам искреннее признание коллег и друзей. Желаем вам успехов во всех начинаниях, здоровья, любви близких и ваших многочисленных почитателей. Мы с Владимиром Васильевичем из одного профсоюза. Союз называется «Союз композиторов России», только я член Челябинского отделения «Союза композиторов», а Владимир Васильевич, как и положено, генерал-полковнику, член «Московского и Российского союза композиторов». Но я не отшил с композиторами, даже не от нашей, хотя они, конечно, все с удовольствием присоединяются. Я просто пришел поздравить близкого друга, дорогого мне человека. Мы с Владимиром Васильевичем старые друзья. Но если учесть наши юбилейные даты, то на сегодняшний надо было бы искать старинные друзья. И поэтому я как старинный друг, конечно, хочу тебе пожелать творческого долголетия, человеческого долголетия, вручить совершенно мужской подарок, я думаю, что гордая прелесть от Санки его спережет. И хочу сказать, чтобы ты оставался таким же человеком чистой совести и человеком чистой души. Я хочу дополнить немножко, потому что мне посчастливилось быть первым исполнителем молодых... Не только баянных сочетений, но и оркестровый. Оркестровый, да, уральского директора, который я играл в Семьше Штопово, да, и сейчас продолжаем мы сотрудничать, он пишет и скоро тоже будет исполняться и будет издаваться его сборник, который я составлял. Спасибо. Спасибо вам огромное за поздравления. Проходите, пожалуйста, в зал, занимайте свои места. Владимир Васильевич, пожалуйста, занимайте свое почетное место в зрительном зале. Уважаемые друзья, мне бы хотелось сейчас процитировать слова нашей коллеги, кандидата педагогических наук, доцента Юлии Владимировны Гушу. В творческом портрете Владимир Васильевич предстает перед нами не только как признанный исполнитель и композитор, но и, что наверняка является редкостью в музыкальном мире, активно пишущим ученым, биографом, пропагандистом и популяризатором знаний о музыке, организатором музыкальных коллективов и мероприятий. Это действительно так, дорогие друзья, но еще один из талантов Владимира Васильевича — это уникальный дар педагога-наставника. Сегодня у нас есть возможность услышать дуэт, который готовил Владимир Васильевич к участию в конкурсе в 80-м году. Итак, на сцене лауляты всероссийских и международных конкурсов Виктор Герасимов и Александр Прасовов. Ленец Камаринская Виктор Герасимов и Александр Прасовов. 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 КОНЕЦ 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 Черна Николаевна. Спасибо огромное. Друзья, и вновь цитата из сборника Владимира Бычкова «Европа ждет нас». 1995 год памятен мне еще одним знаменательным событием – победой на втором международном конкурсе имени Пьесолы. Этот конкурс имеет свои особенности. На первом туре исполняется программа из сочинений предложенных условиями конкурса общей продолжительностью 30-40 минут. На второй тур жюри отбирает 6 участников, определяющие критерии для жюри качества исполнения. В конкурсе приняли участие как малые ансамбли, так и большие оркестры и солисты из Италии, Швеции, Болгарии, Аргентины, Чехии, Хорватии, Австрии, Франции. Играть пришлось после большого итальянского оркестра. Но все же я прошел во второй тур. В итоге звание лауреата, специальный приз и единственное премия с оригинальным названием – лучшему солисту, не пианисту. И еще на родину я привез подаренный мне продюсером творчества пиццолы компакт-диск с авторской записью концерта для Бандайона – камерного оркестра. С тех пор я стал еще одним из почитателей великого маэстро. Именно тогда и созрела мысль о создании книги об аргентинской музыке. Ну что ж, это достойно аплодисментов, Владимир Васильевич. А прямо сейчас на сцене ученица по классу дирижирования Владимира Васильевича – Полина Лызова. Встречайте, ваше аплодисменты. Лызова. Лызова. Обребен. Лызова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, 4 апреля в Москве состоялась премьера сочинения, которое было написано Владимиром Васильевичем специально для трио «Балалайекс» оркестра. Это произведение исполнил концертный народный оркестр Российской Академии Музыки имени Гнесиных под руководством заслуженного артиста России профессора Бориса Ворона. И сегодня у нас есть возможность увидеть это выступление. Итак, внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Книгу малыш увлечено листает, Радуют в красках картинки его. Вот уже в школу звонок приглашает, Новый букварь теперь выше всего. В этом герое с тебя мы узнали, Нас не смутил и науки грани. Сколько же книг мы твоих прочитали, Память все доброе крепко хранит. Книжное море, библиотека, Светом веков возгортёшь ты путь. Господь, любимый библиотека, Светного курса с тобой не спернуть. Нежные руки богатство вручают, Жизнь, как шинчук, сияют твои. Залы твои выше не вновь напляют, С книгой свидания счастливые дни. Лёгкие пути, и в неград нам не нужно, Но как-то рядом, и в сплошной, и в сной. Светом веков, и облимемся дружно, Что покорим их вместе с тобой. Книжное море, библиотека, Светом веков возгортёшь ты путь. Господь, любимый библиотека, Светного курса с тобой не спернуть. Книжное море, библиотека, Светом веков возгортёшь ты путь. Господь, любимый библиотека, Светного курса с тобой не спернуть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, и ещё один творческий сюрприз Наши концертные программы. Премьера песни на стихи Деринтьева, Музыку Владимира Бычкова. Не забывайте своих учителей. Исполняет заслуженный артист России Павел Калачёв. Инструментальный ансамбль Кафедры эстрадно-оркестрового творчества Челябинского государственного института культуры. Паши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Не смейте забывать учителей, Они о нас тревожатся и помнят. И в тишине задумавшихся комнат, Чтоб наши позднощили и сними, Им не хватает лепих встреч нечастых, И сколько бы ни виновало лет. Слагается учительское счастье Из наших ученических болей. Не забывайте, не забывайте, Не смейте забывать учителей. Не забывайте, не забывайте, Не смейте забывать учителей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Из-за лечения и попросту и зрения, Не пишут, не запомнив, не звонят. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 То снова это выдержит экзамен На ужас, на честность вовсе Не забывайте, не забывайте Не смейте забывать учителей Не забывайте, не забывайте Не смейте забывать учителей Учителями славится Россия Ученики и глаза слабые Сладается учительское счастье И знак ученических побед Не забывайте, не забывайте Не смейте забывать учителей Не забывайте, не забывайте Не смейте забывать учителей Дорогие друзья, ведомник сегодняшнего торжества Владимир Бычков, ваши административные. Дорогие друзья, коллеги, спасибо, что пришли на мой концерт. Дорогие друзья, коллеги, спасибо, что пришли на мой концерт. Мне помогли замечательные наши ребята, замечательные кафедры. Я волнуюсь, это не лекция. Мне так хорошо. А что работать хочется? Спасибо огромное, что вы есть, за ваш труд, за ваш талант. Спасибо, дорогие друзья, что сегодня вы разделили радость этого события вместе с нами. Удачи вам и всего самого хорошего. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.